В селе Папан Карасуйского района Ожской области продолжаются работы по проведению поливной воды в 250-гектаровую землю. После селевых потоков в поселке были перекрыты каналы, что повлекло за собой недостаточный полив растений и фермеров. После ливни канал Лаглан был наполнен камнями. Карасуйское районное отделение водного хозяйства сейчас работает над появившейся проблемой. Об этом подробнее узнала наша съемочная группа. Мамазаир Рахматов уже на протяжении 10 лет занимается земледелием. И за все годы своего хозяйства он не сталкивался с такими проблемами. А на этой неделе ему не удалось полить свои грядки. Именно поэтому он и пришел на территорию реки Лаглан, чтобы разобраться с ситуацией. Когда я пришел сюда, здесь уже чистили канал. Спасибо за это. Вода нужна всему народу. Я каждый год прихожу сюда, и они ежегодно чистят канал. Для таких фермеров, как я, этот канал приносит большую пользу. Длина реки Лаглан составляет 13 километров, и она снабжает поливной водой 250 гектаров земли села Папан. На самом деле, очистку канала проводили еще в начале весны. Однако из-за непрерывных ливней, которые потом обернулись селевые потоки, некоторые участки канала были забиты. Сейчас мы очищаем канал в тех местах, которые пострадали от селевых потоков. К нам также прибыла техника, с помощью которой тоже проводим очистку. Стараемся уже потихоньку выдавать воду. Каждый раз, когда происходят такие случаи с ливнями, мы чистим снова. А начало канала мы забетонируем и повернем на правильность течения. Работники по очистке водоканала также отмечают, что трудности при его очистке, который периодически заполняется камнями в перемешку с песком, возникают из-за того, что большая часть канала расположена на опасных участках. В последний раз мы работали на пустынной местности. Там было довольно гладко. Ну а здесь каменистое место. Из-за того, что здесь не гладко, технике трудно приходится вверх не съездить. Но несмотря на это, мы стараемся и работаем изо всех сил, чтобы предоставить народу поливную воду. Осталось немного. Дай бог, завтра уже раздадим воду. Работы по непрерывному предоставлению народу поливной воды ведутся и в Карасуйском районе Маймаки. В нем есть примерно 13 тысяч поливных земель. Так, Карасуйское районное отделение водного хозяйства контролирует канал протяженностью 282 километра. Из них 33 километра было очищено. Кроме того, в этом году было закуплено несколько оборудований водонасосной станции. В целом, в этой части нет проблем с поливной водой. Пока что нет проблем. Однако есть прогноз, что в июне-юле будет сильно жарко. И тогда, возможно, много воды уйдет на полив, а конечным селам не достанется ее. Но именно для того, чтобы предусмотреть такие вопросы, сейчас мы и анализируем и связываемся со всеми поселками. Если и это предусмотрим, то летом не должны возникнуть проблемы. Ну а в других местностях Ожской области поливным водоснабжением занимается Ожское областное управление водного хозяйства. А работу по очистке водоканалов проводится с октября до конца мая.